Здоровый сон по целительной силе способен заменить врачей, но здоровый ли он у вас? По статистике с проблемой храпа за жизнь сталкивается 65% населения планеты и чаще всего люди ничего с этим не делают, считая это обычным явлением. Однако медики уверены, проблемы с дыханием во время храпа могут нанести колоссальный вред здоровью организма. Какой и когда начинать бить тревогу? Об этом говорим сегодня с нашей гостью. Это врач-невролог, сомнолог Марина Хорева. Марина, здравствуйте. Здравствуйте. И перед тем, как говорить о проблемах, расскажите, пожалуйста, чем важен все-таки сон для нашего организма, какие процессы происходят во время него? Глядя на спящего человека, может создаться впечатление такого полного релакса его тела и разума. Однако это не совсем так. Оказывается, во время сна действительно наблюдается самая низкая температура тела, замедляется сердечная дыхательная деятельность. В общем, замедляется основной обмен. Но накажущаяся, в отличие от кажущегося такого спокойствия и релакса, головной мозг очень активно работает. И есть даже мнение, что во время ночного сна мозг работает даже активнее, чем во время бодрствования. Просто эта работа совершенно другая. И именно в это время, во время сна у мозга появляется возможность тонко настраивать работу всех внутренних органов. Вырабатывается ряд гормонов именно во время глубокого сна, например, тестостерон и самототропный гормон. Кроме того, основные процессы консолидации памяти, ну, либо закрепление кратковременной, переход кратковременной в долговременную память, активно работает так называемая глимфатическая, либо, другими словами, канализационная система головного мозга, когда мозг очищается от патологических продуктов обмена, от шлаков, скажем так, которые способствуют, кстати, развитию той же болезни Альцгеймера, либо других видов деменции. Поэтому плохой сон – это не только несвежий цвет лица, но и многие другие проблемы со здоровьем. А вот об этом подробнее, пожалуйста. Чем вреден храп? Храп, по своей сути, это такой звуковой феномен, который возникает в результате расслабления мышц глотки, мягкого неба, языка. Во время бодрствования они находятся в тонусе, и дыхание свободное и легкое. Когда человек засыпает, мышцы максимально расслабляются, и при условии некоторых особенностей, например, сужения дыхательных путей, у многих людей возникает вибрация в результате прохождения воздуха по дыхательным путям, и это сопровождается известным всем звуком храпа. Храп может сопровождаться очень серьёзным заболеванием, болезнь остановок дыхания во сне, либо по-другому синдром обструктивного апноэ сна. Чем характеризуется это заболевание? То есть во время храпа у храпящего человека происходит спадение верхних дыхательных путей на уровне глотки. Это происходит во время вдоха, и, соответственно, человек пытается вдохнуть, но у него это не получается. Соответственно, нарушается лёгочная циркуляция, вентиляция в лёгких воздухах, поступление кислорода, резко снижается уровень кислорода в крови, снижается сатурация, и наблюдается тяжёлая гипоксия. На этом фоне страдают те органы, которые преимущественно в большей степени требуют кислорода для своей работы. Это головной мозг и сердце. Мозг подбуживается, так как это стресс, тяжёлая гипоксия. Мозг подбуживается, человек начинает дышать, такое громкое всхрапывание, он опять храпит, дышит, переворачивается, крутится. Затем опять мозг засыпает, мышцы расслабляются, и эти остановки дыхания повторяются. Причём при тяжёлой степени обструктивного апноэ сна может наблюдаться от 300 до 500 таких остановок дыхания за ночь. И если посчитать по времени, то у некоторых пациентов 3-4-5 часов человек практически не дышит. То есть в ряде случаев даже больше, чем половину времени своего сна. Ну и естественно весь организм, в том числе головной мозг, очень сильно страдает от этих нарушений. Но одномоментно это длится несколько секунд, да? И кажется, дольше... Или несколько секунд, это может длиться минуту, две, иногда даже до трёх минут. С грубым нарушением сатурации, снижения уровня кислорода. Это, соответственно, фрагментация сна, то есть сам сон, о котором мы вначале говорили, который восстанавливает физические силы, психический статус, влияет на память и так далее. Конечно же, он не может, мозг, выполнять всех этих функций. Храп — это, возможно, пробуждение с ощущением нехватки воздуха, либо окружающие говорят о том, что на фоне храпа бывают остановки дыхания. Это частая мочеиспускание. От двух до пяти раз ночью человек встаёт в туалет. С утра головная боль очень часто, повышение артериального давления. Почему? Потому что, ну, в общем, в течение ночи организм находится в состоянии серьёзного стресса. И поэтому утром может наблюдаться повышенное артериальное давление, а потом, когда человек условно надышится, давление опять стабилизируется в течение дня. Это может быть нарушение ритма сердца, это выраженная сонливость, очень типично выраженная сонливость, слабость, утомляемость, снижение внимания, концентрации, памяти, раздражительность. Многие люди серьёзно страдают от этих симптомов, при этом не подозревая о том, что причина их жалоб кроется именно во сне. А забегая вперёд, когда вот кто-то видит, что его член семьи так неспокойно спит, его стоит разбудить, расторгать, чтобы он начал нормально дышать? Ну, даже если расторгать и разбудить, то это только однократно. А как я говорила, в течение ночи при тяжёлом обструктивном опное сна, то это сотни остановок дыхания, поэтому рядом неспящий человек, к сожалению, вынужден будет толкать сотни раз. Поэтому я думаю, что стоит просто обратиться к врачу и подобрать терапию, выяснить причину, естественно, этих нарушений. И потом в зависимости от причин, а иногда бывает несколько причин, уже выбрать тактику конкретную, индивидуальную для каждого пациента. А как выясняется причина? Это нужно провести ночь в каком-то медучреждении или как? Ну, если говорить про диагностику, причин нарушений дыхания во сне, синдрома обструктивного опноя сна на самом деле достаточно много. Но наиболее распространённые — это избыточный вес, в том числе ожирение. Это особенности строения верхних дыхательных путей, особенности строения челюсти. Может быть, такая маленькая, несколько смещённая назад челюсть. Не обязательно человек может иметь избыточный вес. Это воспалительные хронические заболевания верхних дыхательных путей. Это аденоиды. Кстати, храп у детей тоже может сопровождаться синдромом обструктивного опноя сна у детей. Это отдельная проблема, на которую нужно обращать внимание. И многие другие причины. В зависимости от причин, конечно, мы можем предполагать, что есть факторы, которые способствуют развитию болезни остановок дыхания во сне. Но для того, чтобы установить непосредственно, сколько раз остановки дыхания наблюдались, насколько тяжёлые расстройства в течение ночи, степень тяжести, другими словами, синдрома обструктивного опноя сна, конечно, необходимо исследовать сон пациента во время ночи. То есть это разные исследования. Есть исследования, например, полисомнография. Это такой золотой стандарт диагностики нарушений дыхания во сне, который используется во всём мире. Но достаточно такой сложный, трудоёмкий, финансово затратный метод. Поэтому он используется, в частности, в нашей стране только в крупных сомнологических центрах. Кроме этого метода есть, например, кардиореспираторный мониторинг, когда также оценивается дыхание во сне, сколько остановок было, насколько снижается насыщение крови кислородом. Есть у нас в Алтайском крае этот метод исследования. И такой современный тренд диагностики нарушений сна, и в частности синдрома обструктивного опноя сна – это компьютерная сомнография. То есть во всём мире сейчас этот метод считается максимально удобным, достаточно информативным. В принципе, по информативности в отношении опноя сна он приравнивается к золотому стандарту, к полисомнографии. И очень удобно, потому что абсолютно небольшая по объёму аппаратура, оборудование человек получает, выдают ему на дом, то есть обучают, как нужно надеть. Там всё очень просто, всего два датчика. Человек спит с этим оборудованием, контролируется, есть ли у него нарушение дыхания или нет. Кстати, там не только нарушение дыхания, в общем, сам сон, архитектура сна, то есть какие стадии сна, насколько они длительные, сколько человек храпел, насколько выражен был его храп и многие другие показатели, ну, практически все необходимы для того, чтобы точно установить диагноз и дальше обсуждать лечение. У людей старше 30 лет, там, в 30% случаев популяции храп встречается. Но с возрастом всё чаще и чаще, например, у людей 65+, это уже 60% населения. И женщины, кстати, чаще начинают храпеть в пожилом возрасте. Храп может быть неосложнённым, когда не наблюдается остановок дыхания во сне, либо они очень кратковременные, непродолжительные и редкие. Это, в общем, не влияет на как, особенно на здоровье человека, ну, только, конечно, на того, кто рядом не спит с храпящим, да. Ну, где-то в 20% случаев, то есть каждый пятый храпящий страдает синдромом обструктивно-флапной сна. В большинстве случаев нет одной причины, которую можно искоренить и вылечить полностью. Хотя такие ситуации тоже бывают. Ну, то есть, например, у человека может быть избыточный вес, плюс он курильщик, плюс у него есть особенности строения нижней челюсти, и он выпивает алкоголь регулярно. То есть у него уже несколько факторов риска, да, поэтому важно понимать, какие более значимы, какие менее значимы. Ну, на всех, конечно, желательно повлиять. Вот. А есть, например, такая ситуация, как позиционный храп, неосложнённый храп, когда человек храпит преимущественно на спине, например. Существуют разные методики, оборудование для лечения такого храпа. Есть достаточно дорогостоящее оборудование. Вот сейчас корейцы изобрели какую-то суперподушку дорогостоящую, которая помогает человеку переворачиваться, когда он начинает храпить, чтобы изменить положение, соответственно, храп проходит. Но есть очень такой дешёвый метод, простой, который уже используется давно. При позиционном неосложнённом храпе, это между лопаток на пижаме, на футболке сделать кармашек, вложить туда теннисный мячик условно, зашить его. И через три недели, когда человек не может, ему некомфортно переворачиваться на спину, формируется условный рефлекс, он просто не спит, ну, либо минимально спит на спине. То есть такой метод существует, он официальный, мы рекомендуем пациенту. Но это если храп неосложнённый. В случае абструктивного апноэ сна, конечно же, опять же, учёт всех факторов, которые способствуют, например, снижению веса. Но тут тоже отдельный вопрос, потому что пациенты с тяжёлым абструктивным апноэ сна, нередко, несмотря на все усилия, на диеты, на физические нагрузки, хирургию, ожирение, очень сложно им справиться с лишним весом. Дело в том, что я уже говорила, что ночью во время глубоких стадий сна вырабатывается самототропный гормон. И если он у детей отвечает за рост, то у взрослого человека он отвечает за метаболизм жира. Но условно жир переходит в энергию благодаря вот этому гормону. А так как человек с апноэ сна бесконечно просыпается, он не уходит в нормальные, в глубокие стадии сна, у него нарушена архитектура, структура сна, то, соответственно, он ни физический, ни психический, ни в отношении обмена не восстанавливается за ночь. Снижается выработка самототропного гормона, и, соответственно, переход жира в энергию нарушается. Человек всё время хочет есть, он пытается похудеть, он предпринимает какие-то попытки, но тут вот прям метаболические расстройства, которые не способствуют этому. Кроме снижения веса, это при тяжёлом и умеренном апноэ сна рекомендуется использование так называемой СИПАП-терапии, то есть это воздействие постоянным положительным дыханием в верхних дыхательных путях, скажем так. Но смысл в том, что это оборудование, человек спит с маской, и оборудование, которое фиксирует остановки дыхания, при остановке дыхания условно повышается давление в верхних дыхательных путях, то есть не даёт спасся мышцам глотки. И у человека буквально с первой ночи проходит храп, отсутствуют остановки дыхания во сне. Уже после первой ночи с СИПАП-аппаратом, с оборудованием человек значительно лучше себя чувствует, уменьшается вот эта выраженная сонливость. А в течение месяца постоянного использования уже уходят такие многие проблемы, как нестабильное артериальное давление, нарушение ритма сердца у человека, восстанавливаются функции когнитивные, память, внимание, лучше значительная работоспособность, уходит та сонливость, от которой страдают пациенты. То есть даже те расстройства, которые, казалось бы, необратимы. Кстати, существенно снижается вес. То есть при восстановлении качества сна восстанавливаются все физические, в том числе метаболические расстройства, которые были нарушены. И до 10 килограмм за месяц человек может условно потерять своему счастью, благодаря тому, что просто восстанавливается качественный сон. Если у человека все-таки есть нарушение дыхания во время сна, когда тот момент, когда стоит уже обратиться к врачу? Если есть нарушение дыхания, то стоит обратиться к врачу. Уже стоит. Если, ну на что обратить внимание? Если окружающие говорят о том, что есть остановки дыхания на фоне храпа, то это повод обратиться к врачу, конечно, обязательно. Проблема в том, что храпящий человек, в том числе человек с сопной и сна, он не ведает о том, что происходит с ним ночью. Только окружающие могут об этом сказать. Но если окружающие, там близкие люди спят в соседней комнате из-за храпа, опять же, да, либо нет таких людей, которые могут дать такую информацию, то человека беспокоят дневные симптомы, те жалобы, о которых я говорила, сонливость, вялость, снижение памяти. Люди ходят, получают какие-то препараты, капают капельницы, ездят в санаторий и так далее. Проблема не решается десятилетиями. То есть время, финансы тратится на это. Но, к большому сожалению, результата не будет, потому что не искорена причина. Вот. Поэтому если есть нарушение дыхания, и кто-либо из близких сказал, что есть остановки дыхания, то обязательно нужно обратиться к врачу. Кроме того, на что обратить внимание? Выраженная сонливость днем. То есть это, кстати, одна из проблем ДТП. Считается, что у людей с абструктивным апноэ сна в 10 раз повышена вероятность дорожно-транспортных происшествий в связи с тем, что просто наблюдается выраженная сонливость. И человек даже сам не замечает, как он выключается, засыпает буквально за рулем, бывает до нескольких секунд, десятков секунд. Так вот, считается, что около 20% всех ДТП связаны с нарушением с сонливостью, с выраженной сонливостью, причиной которой может быть апноэ сна. В некоторых странах, например, вне зависимости от возраста, водителей автобусов и так далее, общественного транспорта, обязательно проводят диагностику, исключают апноэ сна. Но в нашей стране такого нет. Это была очень важная информация. Спасибо большое за беседу. Напомню, с нами в студии была врач-невролог, сомнолог Марина Хорева. Будьте внимательны к своему здоровью и увидимся.